Пострадают вегальные сервисы и пользователи лишатся возможности получать информацию. Это вопрос принципиальной идеологической развивки. Либо мы идем путем ужесточения традиционного законодательства о защите авторских прав, которое существовало фактически еще в 19-20 веке, либо мы идем путем создания новых форм защиты интересов авторов, защиты интересов разработчиков. Зачем вам нужно было делать этот шаг? Мы просто встретились на даче Владимира Владимировича, Никита Сергеевич, мы решили, почему бы нет чего-то, то есть надо как-то еще дополнительно заработать, потому что они еще дополнительно подзарабатывают. Я хочу, чтобы она началась, эта акция, с символической минуты молчания, потому что мы сегодня говорим об интернете. А вчера наш мир покинул один из тех людей, кто создавал российский интернет, это Илья Сигалович, человек, который создавал Яндекс, но не только корпорацию и компанию Яндекс, а человек, который создавал интернет и закладывал в российский интернет те идеалы свободы, которые сегодня пытаются у нас забрать. Сегодня этот митинг будет для вас проводить смерть российского интернета. Этот закон вовсе не про кинематографистов, музыкантов или писателей. Он написан для тех, кто скупил права у авторов и будет продавать их в розницу. И хочет, чтобы искусство покупали только у него и ни у кого больше. Как в старом советском анекдоте. Слушайте ваши валенки. Только валенки. И ничего, кроме валенков. Этот закон не первый, боюсь, не последний. И он вовсе не про интеллектуальную собственность. Он про свободу. Мы просто так свою свободу им не отдадим. Антиутопия пришла в нашу жизнь. И тот закон, ради которого мы здесь сегодня собрались, он лишь ступень, лишь шаг в общем стремлении правительств к усилению цензуры интернета, контролю интернета. И если есть СНИЛС у нормального человека, он может зарегистрировать аккаунт на госуслугах. И если он зарегистрирует этот аккаунт, это дико просто все, каждый может. Тогда можно уже петицию подписать. И если будет 100 тысяч чуваков и чувих, у которых есть реальность НИЛС, то мы победим. Интернет будет свободным в России. Я в это верю, конечно, не верю. Мы все с вами, и те, кто живут в офлайне, и те, кто живут в онлайне, и те, кто живут и там, и тут, оказались по одну сторону колючей проволоки. Эта колючая проволока законов и произвола окружает нас. И только вместе мы можем ее разорвать. Почему так в последнее время активно стали давить на интернет? Да, потому что мы все там равны. У нас нет там ни президентов, ни депутатов, ни чиновников, ни директоров, ни служащих, ни дворников, никого. Любой человек может спокойно в твиттере написать президенту. Любой человек из любого города России может написать премьер-министру или директору Яндекса в твиттер. Ответит, не ответит, но увидит. Поэтому люди, которые пытаются бояться интернета, они прежде всего его не понимают. 1 августа вступает в силу закон. Сделать 1 августа, с 1 августа, черный август для копирастов. Идея в том, чтобы начать байкотировать медиакорпорации. Не покупать медиаконтент, не ходить в кинотеатры, не платить им ни рубля. Вы поддерживаете это? 1 августа начнется забастовка. 1 августа почти 2000 сайтов выключат свои сервера в поддержку. Поддержку каждого пользователя, который хочет получать информацию свободно.